Дорогие друзья, библиотека номер 10 имени Фёдора Абрамова округа Воравина Фактория приглашает вас к просмотру видеопрезентации о весенних первоцветах. По календарю весна начинается 1 марта. Для природы начало весны это уход холодов, таяние снега и, конечно же, появление первых цветов. Цветы, цветущие весной, как правило, самые яркие и запоминающиеся из всего растительного мира. И, конечно, каждый из нас вспоминает цветы своего детства. Я родилась и выросла на Северном Кавказе, благодатном по климату месте. Каждую весну, как только таял снег, мы бежали в лес, на пригорки и собирали первые цветы. Сегодня я немного расскажу именно о тех цветах, которые собирала и держала в детских руках. Они очаровывали меня своей нежностью, красотой, ароматом и навевали сказку. Вот некоторые из них. Морозник. Многолетник, который иногда называют зимовником из-за способности стойко переносить заморозки и вечную зеленую листву. Дикорастущий морозник принадлежит семейству лютиковые. Он распространен по всему Средиземную морю и в Малой Азии. Морозник зацветает рано, когда снеговой покров сошел еще не полностью и трава не выросла в самые первые мартовские дни или даже в конце февраля. Обитает в гористых местностях, предпочитая тенистые участки. Цветки широко раскрытые, пятилепестковые. Окрас разнообразный от белоснежного или зеленоватого до пурпурного. В садах выращиваются преимущественно гибридные искусственно выведенные формы. Пролиски. Неброский, невысокий многолетник. По-научному он называется сцилла, относящийся к семейству спаржевая. Широко распространенный в Европе, Африке, Азии и России в том числе. Пролиски очень многочисленны и насчитывают более 80 видов. Если весна выдалась теплая, то первые пролиски зацветают в середине марта. Растут они на равнинах и горных лугах, предпочитая тенистые места. Это цветки одиночные или собранные в кисти. Простой и незатейливой поникающей формы из шести лепестков. Чаще всего в сине-голубой гамме, но встречаются белые и розовые. Морозостойкие и невосприимчивы к заболеваниям. Подснежник. Принадлежащий семейству Амаралисовый многолетник, чье правильное ботаническое название – Галантус, в точном переводе с латыни – молочный. Встречается повсеместно в Южной и Центральной Европе, по Черноморскому побережью, в Малой Азии и у западных берегов Каспийского моря. Период цветения подснежника короткий, но очень ранний. Обычно в это время снег еще не растаял весь – 15-25 числа марта. Он заселяет лесные полянки, опушки, луга и склоны гор. Цветки пониклые, очень изящные и утонченные, с вогнутыми лепестками. Окраска всегда молочно-белая или зеленоватая. Неприхотлив. В садах высаживаются группами на альпийских горках, рабатках, под крупными деревьями и прочее. Некоторые дикие виды редкие и занесены в Красную Книгу России. Нарцисс. Луковичная культура, представляющая семейство Аморалисовое, обладающая дурманище сладким ароматом. Из-за чего происхождение слова «нарцисс» связывает с однокоренным словом «наркоз», а не менее «отцепенение» в переводе с греческого. Ранние сорта «нарциссов» раскрывают бутоны уже в апреле. Цветы не выносят затенения. Хорошо цветут только там, где солнечно. Шести лепестковый с трубчатой воронкой и горизонтально расправленными или отогнутыми вниз лепестками. Основная расцветка в бело-желто-оранжевых тонах. Ядовитые. В природе растут в Азии и в Европе. Мускари. Получивший свое название за аромат, схожий с запахом мускуса, луковый многолетник из семейства спаржевые. Ареал обитания мускари обширен. Он охватывает Северную Африку, Европу, Средиземноморье и Западную Азию. Некоторые виды есть в Астралии и в Северной Америке. Цветение мускарей апрельское. Растет в лесном гористом поясе, на травянистых склонах и в границе с тающими снегами. Соцветия в форме кисти из меленьких, бочкообразных, трубчатых или цилиндрических цветков. Гамма – голубые и синие фиолетовые тона. В садовом разведении получены розовые и даже белые сорта. В простонародье называют земляной сиренью или мышиным гиацинтом, но чаще всего гадючим луком. Первоцвет весенний. Еще его называют лекарственным или настоящим, а также примулой. Это многолетник, относящийся к семейству первоцветные. За характерную сморщенную листву прозвали баранчиком или барашком. Растет по всей Европе, в Турции и Иране. Цветет с апреля до середины лета. Примула предпочитает населять поляны, опушки, покрытые редким лесом участки и луга. Правильные бокаловидные цветки, наклоненные в одну сторону и собранные в розетку по 10-30 штук. В природе всегда желтые. Садовые сорта окрашены более разнообразно. Свежая зелень примулой съедобна. Ее добавляют в зеленые супы и салаты. Фиалка душистая. Типичный зимне-зеленый представитель семейства фиалковые, обладающие характерным нежным и утонченным ароматом. Область природного естественного распространения широка. Вся Европа, преимущественно центральной и западной части, Передняя и Малая Азия, Северная Африка, Балканы, Крым, Кавказ. Фиалка душистая обычно засветает в конце апреля или в начале мая. Предпочитает селиться на хорошо освещаемых солнцем местах, склонах гор, поросших лесом, открытых полянах и лесных опушках. Цветки расположены по одному на голых ножках. Имеют по пять лепестков. Две повернуты вверх, а три вниз. В дикой природе окрашены всегда фиолетово-синюю гамму. Садовые сорта бывают разные. Белые, розовые и прочее. Очень чутко реагируют на приближение дождя, который способен повредить ее хрупкие и нежные бутоны. Цветки паникают, прижав лепестки к друг другу. Лютик. Относится к семейству лютиковые. В ботанике более известен как Рамоукулюс. Это латинское название в дословном переводе звучит как лягушка. Большая часть видов встречается только в северном полушарии, предпочитая прохладный и умеренный климат. Лютик начинает свисти с конца апреля по июль. Любит сырость, живет прямо в воде, на мелководье или в непосредственной близости к ней. Дикие цветки петилепестковые, собранные в сложные соцветия, но чаще одиночные, простые. Садовые по форме очень разнообразны. Похожи на розы, пионы и другие. А краска дикорастущих желтая. Культурных самое разное. От белых и лимонных до ярко-красных. Насчитывает более 600 видов. Бруннера. Зимний зеленый многолетник. За сходство с незабудкой, называемый незабудочником. Относится к семейству Бурачниковых. Природное место обитания. Запад Закавказья и Предкавказья. А также Кахетия. Родовое название получено в честь первого открывателя Бруннера, швейцарского ботаника и путешественника. Бруннера цветет в начале мая. Образует заросли в тенистых лесах. Изредка встречается на супальпийских лугах. Пятидольные цветки с отогнутыми лепестками. Мелкие. В фазе бутонов свернутые в литкообразные соцветия. Постепенно разворачивающиеся в рыхло-метельчатую кисть. А крас темно-голубой с белым пятном посередине. Насчитывает множество садовых форм. В том числе пестролистных. Сохраняет декоративность на протяжении всего сезона, так как листва тоже очень красивые. Ландыш. Занесенный в красную книгу редкий лесной красавец относится к семейству спаржевые. Ареал вида – Малая Азия, Китай, вся Европа, Северная Америка, Кавказ, Россия, Преамурье, Забайкалье, Европейские области, Приморье, Курилы, Сахалин. Время цветения ландыша со второй половины мая. В естественной среде растет на опушках и полянах, в смешанных лиственных и сосновых лесах, а также в пойменных дубравах. Цветоносы чуть изогнутые, с тремя и более последовательно расположенными простыми с пайно-лепестковыми, округлоколокольчатыми цветками. В природе только белые, садовые бывают бледно-розовыми. Ядовит. Анютины глазки. Фиалка трехцветная. Правильное ботаническое название анютиных глазок, представляющих семейство фиалковое. Двухлетник обитает в умеренном азиатском климате. Очень распространено по всем европейским странам, а также на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири. Анютины глазки зацветают на второй год после посадки в мае и радуют до самого конца лета. В природе сорная трава, растущая по опушкам лесов, на лугах и полях, среди кустарников, а также на пастбищах. Цветки плоские, с пятью лепестками. Два из них верхние и самые крупные, а остальные три помельче и распространены внизу. Окраска самая разная. От белого до очень темного, почти черного. Но в серединке всегда есть контрастные пятна. На их основе выведено огромное количество садовых сортов и гибридов. Наши предки верили, что анютины глазки обладают магией и могут помочь приворожить любимого человека. Эти и еще множество других видов с самой ранней весны и на протяжении всего лета радуют нас своей красотой. Природа дарит нам это благоухание и неповторимые краски. Хочется верить, что красота спасет мир. Первые весенние цветы. Вас земля всю зиму ожидала. Трепетные хрустальные чистоты, что с небес сияющих упала. Желтый цвет у солнышка был взят. Белый сам из воздуха соткался. Заглянул в малиновый закат. По бутонам кистью прогулялся. Ветер их качает, теребит. Стебельки тончайшие склоняя. Нежный запах в воздухе разлит. Первых пчел на праздник собирая. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok